так всем привет давайте сегодня начнем вязать вторую часть нашего котика рыженького и начнем вязать туловище во второй части и начнем с ножек вот нам нужно связать вот такие две детальки на одной детальке мы ниточку отрезаем а на второй детальке мы ниточку не обрезаем начинаем вязать с оранжевой пряжи рыжий и желтый какого она тут цветом так делаем 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида 6 второй ряд вяжем 6 прибавок вяжем каждый столбик по два столбика без накида 3 4 5 6 7 8 10 11 и 12 второй ряд должны быть 12 столбиков без накида теперь вяжем третий ряд и вяжем столбик без накида и прибавка так повторяем 6 раз до конца ряда столбик без накида и прибавка столбик без накида и прибавка и в конце этого ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида далее вяжем четвертый ряд 2 столбика без накида и прибавка повторяем 6 раз два столбика без накида и прибавка конце этого ряда у нас получится 24 столбика без накида далее вяжем так далее вяжем 5 рядов без изменения желтой пряжи на ряжей вяжем без изменения в каждом ряду по 24 столбика без накида без изменения вяжем без изменения вяжем без изменения вяжем 2 детальки на 1 как я уже говорила отрезаем на 2 не отрезаем дальше я уже покажу как вяжется так теперь смотрите у меня связано две ножки вот они и вот как я говорила на этой нитке я не обрезала отсюда я вяжу 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 и присоединяем к 2 2 ножки делаем сразу столбик с 1 накидом столбик без накида и теперь будем вязать так один ряд мы вяжем 24 столбика без накида по этой ножки 6 столбиков по цепочке 24 столбика по другой ножке и 6 столбиков без накида по цепочке снова и у нас всего должно получиться 60 столбиков без накида это мы делаем вот такой один ряд для подсчета всех петель и чек и после этого ряда ставим маркер и начинаем новый отчет рядов для туловища так вот после того как провязала провяжем вот этот один ряд так как держит что половина ставим маркер тут посередине можно и вяжем с первого ряда по 11 ряд без изменений в каждом ряду по 60 столбиков без накида так ну вот я провязала 11 рядов без изменений в каждом ряду по 60 столбиков без накида вот такие штанишки меня получились теперь я перехожу на цвет котика присоединяю вот хотя что у меня маркер тут полночало ряда но я присоединяю в середину это ничего страшного так соединила и привязываю кончик так теперь следующий ряд это у нас какой получается 1 и 12 вяжем ряд с убавками вяжем 8 столбиков без накида и убавка 1 2 3 4 5 6 7 8 и убавка так вяжем 6 раз до конца ряда и в конце этого ряда у нас должно получится 54 столбика без накида далее 13 и 14 ряд вяжем по 54 столбика без накида в каждом ряду так ну вот я провязала 2 ряда без изменений теперь мы будем вязать 15 ряд и 15 ряд мы будем вязать 7 столбиков без накида и убавка 1 2 3 4 5 6 7 и убавка так мы вяжем до конца ряда и в конце этого ряда у нас должно остаться 48 столбиков без накида 16 ряд по 18 ряд вяжем по 48 столбиков без накида в каждом ряду так вяжем 19 ряд отмечаем ряд так 6 столбиков без накида и убавка один два три четыре пять шесть и убавка так мы вяжем до конца ряда и в конце этого ряда должно получиться 42 столбика без накида 20 и 21 ряд мы вяжем в каждом ряду по 42 столбика без накида вяжем 22 ряд 5 столбиков без накида и убавка 1 3 4 5 и убавка так вяжем до конца ряда и в конце этого ряда должно получиться 36 столбиков без накида далее 23 24 ряд вяжем по 36 столбиков без накида в каждом ряду я набила туловище уже сделала форму пузико немножко сильнее я напиваю и папочка конечно вот такие штанишки при желании можно оставить как шортики а дальше вязать цвета маечки поэтому я уже покажу мой вариант как у синего котика так теперь давайте свяжем следующий ряд это у нас 25 и вяжем 4 столбика без накида так сложнее показывать 2 3 4 и убавка так вяжем до конца ряда и в конце этого ряда у нас должно получится 30 столбиков без накида 20 26 ряд и 27 вяжем без изменения в каждом ряду по 30 столбиков без накида и последний ряд с убавками это у нас двадцать восьмой ряд и вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 и и убавка так вяжем до конца ряда и в конце этого ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида далее вяжем 29 и 30 ряд без изменений в каждом ряду по 24 столбика без накида отрезаем ниточку подлиннее с помощью нее мы будем пришивать голову голова которая нас уже готова заканчивая это и я покажу как связать лямочку для штанишек и можно так сказать наш котик уже будет готов окно что туловище готова тут потом еще набьем немножко теперь я покажу как вяжется лямочка нам нужно присоединить вот в этом ряду коричневую пряжу бежевую или коричневую так вот это тут примерно где-то посередине ближе к левому краю но это все на ваше усмотрение это не конкретно какой-то петельки я вот так присоединяю делаю воздушную петельку и теперь потевая вот эти столбики нужно провязать 5 столбиков без накида и сразу прячу короткий кончик так так 1 2 не имеет значения как захватывать 3 4 4 и 5 делаем одну воздушную петлю разворачиваем вязание и теперь мы будем вязать 5 столбиков без накида 1 2 3 4 и 5 снова воздушную петлю разворачиваем и вот таким образом вяжем вот эту лямочку штанишек до той длины так сейчас я так вот так вяжем туда и обратно туда и обратно пока она будет вот такой длиной чтобы она хватило вот так и вот сюда примерно то есть вяжите вяжите и прикладывайте смотрите сами хватает вам чтобы она вот шла отсюда через плечо будет и прямо сюда тут уже можно украсить пуговкой и либо чем ему и другим так ну вот я эту лямочку пришила украсила такой зелененькой пуговицы хотела чем-то дополнить эти зеленые глаза чтобы образ был уже полным так вот теперь буду пришивать голову я покажу как я это делаю немножечко чуть-чуть дальше я уже пришел голову за кадром потому что очень неудобно все это держать и показывать вот так я ставлю голову и потихонечку петельку на голове петельку вот с краю на шее потом когда остается маленькая дырочка я немножко заполняю еще синтепоном и заталкиваю и пришиваю полностью уже дырочку до конца я сейчас пришью голову потом покажу как я пришиваю ручки так вот я голову пришила пришила одну ручку как я пришиваю ничего сложного я в этом не вижу беру ручку и прикладываю к туловище сразу две штучки и смотрю чтобы они смотрелись асимметрично беру также на булавочки швейный прикалываю их чтобы они держались пришиваю по одной все как я пришиваю так же как все детали петельку на туловище и петелька на ручке очень это неудобно показывать на камеру говорю особенно когда крупная игрушка поэтому вот всегда такие вопросы как пришить ручки как вот это вот ничего сложно так пришивать и так как вам удобно главное чтобы это смотрелось красиво ровненько водите кончик который остается лишним туда-сюда по туловищу чтобы хорошенько закрепился вот обрезаете все котик наш готов в ручке пришита остался хвостик 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 так я решила показать более упрощенный вариант штанишки не снимаются так что было легче берем хвостик прикладываем попочки и так же очень удобно это все показывать стежочек на штанишках стежочек на хвосте я всегда думаю что сборка игрушки это самая малость и поэтому как-то думала только показывать все самое главное но вот в последнем мастер-классе по хрюшу очень много вопросов было как пришить все детальки все вот я также кончиком повела туда-сюда чтобы он хорошенько закрепился ставим все инструменты на место и наш котик готов ура вот и наш синий кот готов только в этот раз он у нас рыженький тут можно еще связать папочку самую простую и вот смотрите глаза немножко переделал не знаю он как-то с этими зелеными глазами смотрится не знаю как даже вот такой синий кот вы вы можете его вязать как я уже говорила в разных цветах которые вы только пожелаете и в платьице как я говорила можете если пряжу возьмете потолще он получится больше если тоньше еще меньше меня этот сейчас скажу еще раз ростом получился 26 сантиметров тот был от 30 там пряжа была толще на 100 грамм 300 метров а тут если не ошибаюсь 360 лизышки рим ну и также вязала двоечкой вот котик готов я надеюсь что мастер-класс вам понравился вы давно очень его ждали очень многие мне писали когда же выйдет когда же выйдет ну вот как я обещала после нового года мастер-класс готов вяжите с удовольствием присылайте фотографии как у вас получается котик буду ждать ваши фотографии спасибо всем за комментарии за добрые слова за поздравлением может там еще есть какие-то вариантов вам для мастер-класса какого-то небольшой игрушки потому что большой игрушки очень тяжело вязать начинающим во первых и очень тяжело показывать вам это все под камеру вот все как шевать может какую-то игрушку поменьше не знаю спасибо всем за внимание всем здоровья удачи до новых встреч пока пока